Всем привет-привет! Сегодня я хочу приготовить овсяное печенье. Я этот рецепт стырила у крёстной. Ну, конечно, от крёстной мой рецепт отличается, потому что я туда добавляю вместо мёда сахар, у неё идут пополам. Я ещё решила добавить изюм с корицей, то есть это не обязательно, но сегодня мне так хочется. Яйца нам нужны, мука, овсяные хлопья, то есть геркулес, чуть-чуть соль, сахар, кефир, сода и сливочное масло. Начнём? Обычно овсянку я кладу, просто так насыпаю. Сегодня хочу взвесить, чтобы вы тоже, если будете делать, чтобы хотя бы приблизительно знали. Так рецепт тоже мне на уст говорили, но я уже не помню, уже от себя что-то добавляю. Так, добавила 2 яйца, беру стакан и мерю вот так овсяное хлопье. Обычно ещё делаю я с одной пачкой, добавляю как есть пачку, но сегодня не буду, много не хочу. Сюда же добавляю муку, то есть муку можно взять любую другую. У меня обычная мука, беру для связки нам нужно. Раз, два, три, четыре. Я думаю достаточно. Тоже беру обычную, как говорят, на глаз. Так, помешаю. Соль добавлю вот так вот в шепотку, больше нам не нужно. Также добавлю корицу. Ну, этот пунктик можно упустить, так как мне нравится, я её добавляю. Всё хорошенько помешаю. Теперь кефир тоже буду так же мерить. Вот так беру кефир, наливаю в чашку. Два. Соду беру. Думаю, переборщить с содой нежелательно, поэтому беру вот так вот. Одна четвёртая час, да, полчайки? У меня тебе половина примерно. Ну, хорошо, одна половина. Одна половина. Вот. Масло я забыла вовремя достать. Она у меня не твёрдая, но и не мягкая. Достаньте заранее, чтобы оно у вас размягчился. Понятно. И помешаю. Сахар тоже контролируйте сами, то есть сладость больше, меньше, то есть уже вы решаете. Я добавляю вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Мои любят сладкое. Всем. Нравится мне это число. Помешаю на сахар. Можно ещё добавить. То есть. И на этом этапе добавляю масло тоже. И добавляю наш ледон. Вот так. Всё хорошенько, тщательно помешаем. Вот так вот. Теперь на этом этапе дадим чуть-чуть отдохнуть. То есть разбухнуть киркулезу. Оставляем в сторонку. Можно в холодильник, можно в комнатной температуре. И всё. Потом покажу, как буду выпекать. Берём формы для духовки. Капаем маслом. Можно сливочным. Я всегда пользуюсь растительным. Хотя моя прёстная пользуется сливочным. Она у меня основная. Ими балует. Вот. Короче, смазываю хорошо. Я беру сразу два. Чтобы быстрее процесс пошёл. Один вытащил. Другой засунул. Ну и вот наша смесь. Хорошенько помешаем. То, что распухнуть должно было, разбухло. То, что нет, не разбухло. И беру ложку. Ложкой выкладываю вот так вот. Ещё очень часто беру формочки для кекса. Туда наливаю. Вкус меняется. Хотя не знаю, в чём суть. Суть. Бери. Делайте так, как вам удобно. На расстоянии. Вот так. По одному ложечке. Раскладываем. Духовку уже включаем заранее. А потом запекаем 180 градусов. Ну вот. Конечно, они не такие, как у крёстной. Не пухленькие. Честно скажу, что первые партии уже умяли. Так что даже забудьте снять. Покажу, что я ещё дополнительно делаю. Так как и время не занимает так много. Вот. Вот так тоже пеку. Со штат руки. То же самое. Только я их наполнила формой кексовые. И покажу, что в итоге будет. Вот так вот. Для вас это минутная заменка. Для меня я уже собаку выгулила и пришла. Тем временем духовка была у меня выключена. Кстати, я говорила, что формы у меня фикс прайсовские. То есть я их покупала давно. Ничем не смазывала. Так как у нас тесто сливочным маслом. Вот. И вуаля. К чаю вкусненького на столе. Горячо, правда? Это у нас ёлочки, наверное, это вот так надо ставить. Да? Угу. Вот так. Ещё какой. Вот так. Ох. Нет. Где ещё? Вот. Ой. Вот. Будем считать, что это лес. Импровизация лес. Можно с сахарной пудрой, но они и так сладкие не будут. Да. И тот остаток сахара я не добавляла. Они очень даже сладкие. По мне сладкие. Так как там изюм тоже имеется. Ну, естественно, покажу, как внутри они испеклись. Испеклись замечательно. Да. Ну, дай сразу половинку-то. Не там. Да. Спасибо. Вот. Так что готовьте, делайте. Всем приятного аппетита. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok